Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с детками едем, ну или в кино, или в развлекательный центр, в развлекательный парк, это по-другому называется. Вот, вообще у нас сейчас, кстати, и в городе Санкт-Петербурге, ну и не только в городе, я так понимаю, что везде в России гуляет грипп и, что там, кори, да? Вот, но дети у меня от кори привиты, от гриппа мы прививку не делаем, но мы все равно идем в торговый центр. Так как я обещала своим детям, я обещала младшему за хорошее поведение, за то, что он начнет кушать в садике, а старшему за то, что он начнет хорошо читать. Потому что я говорила, мы ходили в школу скорочтения, уже сейчас мы закончили курс, и нам осталось наработать, ну скажем так, наработать, да? То есть как вот в письме это называется, набить руку, а в нашем случае это вот, ну, читать, 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 читать. А ему не хочется, вот. И, в общем, мы тут и поругались с ним, и я пообещала, что если он будет хорошо читать, читает он с моей мамой, то мы в пятницу куда-нибудь сходим. Мы вообще договаривались на кино, но кисяйка ко мне прыгнула. Вот, но я посмотрела, что мы, наверное, скорее всего на фильм опоздаем, там какой-то про лего мультик. Поэтому, наверное, пойдем в парк развлечений. Также у меня как-то спрашивали, строгая я мама или нет. Ну, мне кажется, что нет. Муж у меня более строгий, чем я. Единственное, что у меня есть определенные какие-то правила, условия, которые дети должны выполнять, и тогда все будет хорошо. Вот, я даже могу где-то как-то побаловать ребенка. Одно из основных — это учеба. То есть у меня вот без обсуждений ребенок должен учиться. Все остальное уже так, да? Также я иногда практикую вот такие, я это называю, рыночные отношения. То есть когда за что-то, я даю что-то, да? Ну, я считаю, что если есть там кнут, то должен быть и пряник. Но кнута как такового у меня нет. Я даже на самом деле очень редко ору на детей. То есть чтобы я наорала, это прям нужно, знаете, прям нужно вот постараться и прям вот накосячить что-то, да? Тогда я повышаю голос. Я не бью детей, но у меня такое было несколько раз. Но это прям вот, это прям вот что-то нужно совсем сверхъестественное сделать, чтобы я подняла руку. Но тогда я как бы вот, да. Вот. А так я вообще, если что, я повышаю голос, я даже не даю никакие подзатыльники, ничего такого. То вот если мама вдруг разговаривает таким злым голосом, я бы так это сказала, значит, уже все плохо. Вот. А так я стараюсь на самом деле с детками беседовать. Я общаюсь с ними наравне. Я никогда не скажу ребенку о том, что ой, иди, ты еще маленький. Знаете, вот такие моменты я никогда так не делаю. Я разговариваю наравне. Более того, я разговариваю с ними как с мужчинами. То есть спокойно прошу помочь. В принципе, у меня уже старший это делает уже на автомате. Он мне носит пакеты с продуктами, даже тяжелые иногда, еле-еле тащит, но все равно несет. Они мне, я могу попросить спокойно там что-то мне открыть и так далее. То есть я вот прям прошу помощи, мужской помощи. И разговариваю с ними вот как с взрослыми мужчинами, да. И у меня нету каких-то тем, которые вот я бы не... То есть ребенок ко мне подходит, и если я знаю ответ на этот вопрос, то я обязательно отвечу. Если я не знаю, то мы вместе, я не знаю, заглянем в интернет или дождемся папу, спросим у папы. Вот такие варианты у меня есть. Ну вот, да, я не сюсюкаю, я общаюсь наравне. И более того, я еще даю детям свободу, свободу выбора, да. Сейчас это в каких-то мелочах. В дальнейшем уже более такие, мне кажется, серьезные. То есть я, например, никогда не навязываю детям, что им носить, как им одеться и так далее. Я просто говорю там, да, там на улице холодно, надеваем теплые штаны там и все. А то какие штаны, вот если мы едем в магазин, какую футболку, вот какую он выберет, такая у него будет, да. Ну в пределах разумного, в пределах ценовой категории, конечно, да, которую я выбрала. То есть я спокойно детям могу сказать, нет, сынок, я тебе это не куплю, это дорого, да, там, допустим, в плане игрушки какой-то, например, и так далее. Но никогда не навязываю свое личное мнение, мне нравится, не нравится, я считаю, что носить ему, поэтому и выбор я оставляю уже за своими детьми. И, ну, я считаю это правильным. То же самое и где учиться потом будут выбирать сами, я ни в коем случае не буду настаивать. А я, кстати, очень бы и хотела, это вот прямо такая моя мечта, я не знаю почему, но я бы хотела, чтобы кто-то из моих сыновей стал врачом. Я считаю это очень хорошей профессией и, не знаю, если бы хирургом стал, то вообще это было бы просто, я бы, наверное, ходила бы с высоко поднятой головой. Вот есть у меня такой пунктик, но настаивать я не буду ни в коем случае. Более того, я даже, знаете, вот это вот постоянно говорить, мама хочет, чтобы ты был врачом, мама хочет, чтобы ты был врачом. Такого я тоже делать ни в коем случае не буду, потому что, ну, не хочу, чтобы только ради меня ребенок пошел. Я хочу, чтобы ребенок получал удовольствие, чтобы вот когда он вырос, он выбрал себе профессию, работал, получал не только деньги, но еще удовольствие от того, что он выбрал. Ну, вот как-то так у меня происходит. Так что я поехала сдерживать свое обещание. У меня тоже такой есть пунктик, что если я что-то пообещала, я обязательно это сдержу, чтобы мне не стоило. То есть, если я пообещала наказать, накажу. Пусть сама потом пойду поплачу, но накажу. И если я пообещала что-то хорошее, я обязательно это сделаю. Вот как-то так. Вот такая я. Вот. Но муж у меня более строгий. И я, кстати, никогда не влезаю вот в разборки, когда если он их там ругает или еще что-то каких-то у них там терки происходят. Потому что я считаю, что это мужские терки. И вот я никогда не влезаю. Я, конечно, потом могу мужу сказать, что там, ты мог бы не орать там так на них или там еще что-то, да? Там вот такое могу сделать. Ну, в общем и целом, при детях я никогда не влезаю. Я вообще стараюсь уйти куда-нибудь, когда у них какие-то разборки происходят. Также, кстати, меня в комментариях спросили по поводу вот этого бальзама чистой линии, который я приобрела. Я его использовала, девочки, только один раз. Хорошо впитывается, не оставляет липкости и достаточно комфортно. Вот я сегодня с утра его после души нанесла. Но я так не могу ничего сказать. Знаете, от одного применения. Аромат, ну вот ирисом, здесь он как бы идет с ирисом. Да, ирисом не пахнет. Вообще, аромата никакого на коже тоже не оставляет. Ну, пока мне понравилось. То есть, ну, я использовала всего лишь один раз. Я, наверное, чуть позже просто в каком-нибудь влоге расскажу, как вообще. Мне кажется, хотя бы половину надо использовать, чтобы вот так вот прямо сказать, хороший крем или не очень крем. А также мне сегодня нужно забрать посылку с сайта фармакосметики. Я вам говорила, что я там делала заказ, заказала там шампунчики. В общем, тоже вам сегодня покажу, что я заказала. Мы уже приехали. В общем, мы опоздали на мультиках. У меня дети очень хотят посмотреть вот это лего-фильм, вторую часть. Вот, так что поедем завтра уже. Как раз там много по времени. А сегодня только в час дня было. В общем, опоздали. Вот, зато я получила сейчас посылку с сайта фармакосметика. Вот, и, кстати, насчет сайта фармакосметика. Самое интересное, что там теперь есть такой раздел, как для косметологов. Вы, наверное, видели, может быть, кто на этом сайте. То есть, многие продукты теперь просто невозможно приобрести вот обычному человеку. Это очень жалко, на самом деле. И я даже немного расстроена, потому что есть продукты, которые я бы хотела себе приобрести, но они в разделе для косметологов. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, сейчас покажу, что заказала. Итак, вот моя посылочка накладная. Я ее раскрыла, но еще не смотрела, что там. Так, вот такой у меня пробничек от Янсен. Это интенсивно увлажняющий крем. Вот, попробую с удовольствием. Так, как всегда, куча всякой бумажки. И вот я заказала от марки Виши. Средство сейчас я... Так, вот такую заказала троицу я. Видите, как все запаковано хорошо. Значит, здесь у меня что это такое? Это шампунь. Это уплотняющий шампунь. Он идет, видите, волосы. Увеличивает массу волос. Волосы заметно более густые, плотные, крепкие. Это, ну, это не совсем новинка, вот эта линейка. Но я ее еще не пробовала. Она чуть, вроде бы, чуть дороже, чем обычный. И вот очень хотела попробовать, так как нам с мамой нравится очень шампунь от Виши. Так, сейчас здесь у меня бальзам, вроде бы. Так, да, это уплотняющий, восстанавливающий бальзам для истонченных и ослабленных волос. Интенсивно укрепляет, восстанавливает структуру волос. Волосы заметно более густые, плотные, крепкие. Облегчает расчесывание без утяжеления. Я уже говорила, мои волосы поврежденные, поэтому я, кстати, читала много положительных отзывов на эту линейку, поэтому решила приобрести. И вот это средство. Кстати, вот это средство у меня было со скидкой достаточно большой, потому что я взяла его в разделе «Уцененные товары». Я очень рекомендую периодически там смотреть. Видите, мятая упаковка. За то, что мятая упаковка, у меня была достаточно хорошая скидка вот на этот продукт. В общем, я цены потом вам покажу по накладной. Вот такая упаковочка. Это у нас получается, видите, сыворотка для роста волос, для истонченных и редеющих волос. У меня, конечно, они не истонченные и редеющие, но, видите, здесь волосы заметно более густые, плотные и крепкие. Вот я как раз для того, чтобы они стали плотными и крепкими. Тоже читала на него отзывы. Тоже девочки пишут, что не утяжеляет, не пачкает волосы. То есть наносить на кожу головы вот это вот средство. Мое от марки «Улин». Я сейчас пользовалась для кожи головы спрея. Он уже почти закончился, так что я взяла себе на замену вот этот. В общем, попробую. Потом все вам отдельно. В отдельном видео я расскажу по поводу этих продуктов. Так, и еще я приобрела вот такой набор. Хотела взять большие упаковки, но больших не было в наличии. Моя любимая манцеллярная водичка. Видите, я маленький. Здесь 100 миллилитров взяла маленькие. Одну я поставлю в ванню, одну я поставлю себе на туалетный столик. Кстати, очень удобная упаковочка. Ну, то есть там была вот эта... У них очень часто две там со скидкой. Я хотела взять большие. Больших не было, как я уже сказала, поэтому взяла маленькие. Обожаю эту водичку. Она не сушит кожу. Классно смывает макияж. Гарнир и тому подобные мне очень сушат кожу вокруг глаз. Поэтому я использую вот эту водичку. И вот «Ла Рош Позе». Мне тоже нравится вода. Но от «Ла Рош Позе» она редко бывает на скидках. Поэтому я чаще всего приобретаю биодерму. В общем, поставлю одну на туалетный столик, а одну поставлю в ванную комнату. Я сейчас снимаю макияж вот этим корейским гидрофильным маслом. Мне нравится. Но на всякий случай вот такую маленькую... В общем, митилярка у меня всегда должна быть. И вот эти баночки мне очень нравятся. То есть я в них, может быть, потом что-то и буду переливать. Или как-то брать в путешествие. Ну, в общем, класс. И еще у меня был промокод на подарок. В общем, я подписалась на рассылку. То, что мне прислали на электронную почту. Всякие там акции, скидки и тому подобное. И за это мне дали купон на подарок вот такой водички. Вот «Авен». Кстати, ну, не знаю. Мои термальные воды как-то не особо они мне нравятся. Ну, в общем, не знаю. Попробую «Авен». Я, кстати, по-моему, не пробовала. Или пробовала. Я уже не помню, честно. Вот. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказ. По поводу вот этих средств я вам обязательно потом сниму отдельное видео. Когда и мама моя тоже попробует. Потому что она любит у меня виши. Я уже говорила. И, в общем, и я тоже. Вот. И вот моя накладная, значит, получается. Бальзам стоил 868 рублей. Шампунь 885 рублей. И вот эти очищающие водички 2 за 554 рубля. То есть по 277 рублей. И вот эта сыворотка 1960 рублей. Так она стоит более 2000, по-моему, 2500, что-то такое. Вот видите, травальную водичку мне дали в подарок. И пробничек тоже дали в подарок. Вот. За доставку я, кстати, не платила. Потому что у них была акция. При покупке на какую-то сумму доставка была бесплатна. Или, по-моему, от 3000, что-то такое. Ну, в общем, у них частенько же там бывают всякие акции. В общем, все у меня обошлось. 4267 рублей. Так что вот такие вот покупочки. И вот вы меня еще просили показать, рассказать вот про этот соус. Новинку, которую я приобрела от марки Простоквашина. Соус с грибами. Я его сейчас открыла. Просто попробовать. Во-первых, посмотрите, какой он густой. С учетом того, что здесь 13%. Посмотрите. Просто ложка стоит. Во-вторых, здесь помимо грибов, я так понимаю, есть укроп. Вот видите, такие маленькие. Вот. И он очень вкусный. Ложка мама тоже попробовала. Очень вкусный. Девочки, если вы увидите, обязательно себе приобретите. Вот видите, здесь, во-первых, я так понимаю, шампиньоны и лисички. И действительно, аромат не как с шампиньонами, а даже как вот с каким-то, может быть, огурчиками. Посмотрите, какая вообще. Вон, ложка стоит, можно сказать. Вот. Да, здесь с разными грибами. Вкус даже, наверное, больше лисичек. Да, мам? Да. Лисичек и некислый. Вот. Да. С зеленью или с игурчиками. Ну, что-то такое. То есть, я вот взяла именно с грибами попробовать. И потом обязательно буду в ленте возьму еще со вторым вкусом. Я не помню только какой. Я помню, такая зелененькая была, более зеленая упаковка. Вот. Ну, а сегодня мы уже будем, наверное, отдыхать, ничего не делать. Вот. И завтра уже с мальчиками поедем в кино. Ну, и на сегодня я буду заканчивать свой небольшой влог. Я надеюсь, он для вас был полезен и интересен. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok